Всем привет! Сегодня мы вам расскажем чуть побольше про Кейп-Кот. На Кейп-Коте можно часто встретить белоснежные пляжи и такую чистую прозрачную водичку. Вот это называется Моррис Айланд. На самом деле это не остров, это просто часть самого Кейп-Кота, часть полуострова. И здесь шутят, что в хороший летний день можно притвориться, что ты находишься на Карибах. Мне кажется, для этого вода должна быть значительно теплее. Вот тот кусочек земли, который виден за плывущим талаем, это Монумой Айланд. Я туда очень хотела попасть, потому что там обитают морские котики, тюлени, морские черепахи и еще много видов птиц. А также акулы водятся возле этих берегов, потому что там тюлени живут. Но из-за ковида сейчас паромы не работали, только можно было на частной лодке переехать членам одной семьи. Те, которые живут в одном хаусхолд. Вот такие правила сейчас. И стоит это, естественно, дороже намного, чем обычный паром. И мы решили не плыть на этот остров, а посмотреть на него со стороны Моррис Айланды. Вот для этого нам пришлось спуститься по этому бортбуку, который оказался, на удивление, коротким. После этого надо было идти по пляжу и только когда отлив, потому что когда прилив, он полностью затоплен. Моррис Айланды Белый песок, лазурная вода. Это привычный образ кип-кода, но часто встречаются еще такие высохшие деревья на берегу, на пляже прям. Какой цвет тут? Интересный, да, сынок? Вот здесь. Да, а почему интересует цвет такой песка? Это потому что там глина в составе. Ты думаешь? Да. Лодки, несущиеся от одного острова до другого, это тоже часть местного пейзажа. И у меня было такое чувство на кип-коде, что у всех тут, у всех просто есть своя лодка. Кстати, один тюлень так и приплыл к нашему берегу, проплыл вдоль него и помахал нам плавником. Шучу. Он просто проплыл рядом, и мы хотя бы успели одного тюленя заметить, но не успели снять. А это пляж уже в сэндвиче, где мы снимали домик. И видите, тут тоже белый песочек. Кстати, рядом с кип-кодом, на острове рядом с кип-кодом снимали фильм «Челюсти». И везде на самом мысе кип-код есть таблички «Be Shark Smart», потому что обкулы здесь реальная опасность. Здесь нам понравилось, что целый городок из Орви на пляже прям расположился. Почти через весь полуостров проходит длинная такая велосипедная дорожка на основе старых железнодорожных путей. Их разобрали, построили дорожку, она такая очень приятная, проходит через парки, леса. Называется она «Кейп Код Райл Трейл». «Кейп Код Райл Трейл» Еще одна особенность кейп-кода, что здесь очень-очень много horseshoe crabs. Вот эти существа, их часто выкидывают из океана, прям на берег, и они здесь умирают. Мы их встречали в Нью-Джерси тоже, но вот такого количества, чтобы прям десятки лежали на пляже, такое мы видели только на кейп-коде. В городе Плимус есть памятник про отца. Раньше его называли памятник Пилигримом, и понятно, что он посвящен Пилигримам, тем самым первым, самым храбрым выходцам из Европы, которые решились оставить свой дом и плыть через весь Атлантический океан, чтобы основать здесь новый дом. На памятнике выигрывали их идеология. Во главе выше всех стоит фейт, вера, потом мораль, свобода, образование и закон. Они решили, что на новой земле это будет их главными идеалами, то, чего они будут придерживаться, к чему они будут стремиться. И эти идеалы легли в основу зарождения новой страны Соединенных Штатов Америки. Да, и тут еще есть список тех самых первых пилигримов, приплывших сюда. Когда мы стояли под памятником и смотрели вверх, начинала кружиться голова, потому что так быстро плыли облака. Казалось, что сам памятник движется. Сейчас в порту Плимуса находится много кораблей, яхт, лодок. А вот и Мэйфлауэр, на котором приплыли те самые 102 пилигрима. Его полностью реставрировали, и сейчас можно туда попасть, на экскурсию можно зайти. Вот сейчас там люди уже все убирают, мы не успели. Мы попали к этому времени, когда его уже закрыли. Кстати, изначально они хотели высадиться возле Нью-Йорка, но из-за погодных условий их там отнесло севернее, и вот им пришлось высадиться на Кипкоде. Они высадились возле какого-то камня, который стал знаменитостью, и вот все приходят на него посмотреть. Но Нэ с Сашей тоже приехали посмотреть на него, и как и пилигримы 400 лет назад, они решили тоже основать здесь новую жизнь. Так что удачи им в этом деле, а всем пока-пока. Продолжение следует...